это вот в прошлом году такие были ну какой большой красивый оранжевый желтый ну да я оставила не мелкие были зеленые ничего не чувствуется так их и фитофтора не бьет да или ты брызгал интересно а густо думаешь посажен но все эти уже последние на вот это жимовость 1 жимовость 2 жимовость 3 а чё у нее разные листочки они разные одна камчатская сибирская это на блубере похоже камчатская интересно камчатская сибирская это здесь купил да и это 3 три разных сорта это второй ботинга ничего не было и это у нас кто джеймс мартин это английская английская какая-то а вот тут ну такие у нас остатки уже а здесь что у тебя ведрах стоит под кустами а ведра что стоит под кустами да вон это не ведра это твои тюльпаны но они не ведрах а в чем а друг на друге да это чтобы они не замокли за зайдут они искорослые кто это всякие искорослые тут строчка же тут я еще купил 50 штук ой уж такой надо посадить все что скажи куда посадить я посажу некуда некуда на газон если только потом месяц не стричь ночью ты у меня спрашиваешь куда-то не скажи мне куда посадить куда я тебе скажу посадить или строчку сделать или пачкой посадить пачка посадить так еду с работы вчера в комментариях мне писали как это так это нельзя заходить в дом а значит в без разрешения хозяина и так далее я не знаю как ваших странах и продавали ли вы когда-нибудь недвижимость если у вас такой опыт но здесь а если продается допустим ты сдаешь жилье да и ты его начал продавать тоже не будешь сидеть и ждать пока там твой жилец закончится контракт там выйдет и так далее только по окончанию контракта но может быть где-то так и есть но здесь нет здесь ты можешь выставить свое жилье на продажу когда еще там живут люди и даже покупается но это вообще очень распространено если согласен покупатель то он купит дом в то время когда еще продолжается контракт вот этого жильца вот вполне можно купить это вместе с жильцом так и пишется вот но ты же не будешь сидеть и ждать пока он там съедет закончится контракт и не показывать жилье у когда ты решил его продать нет конечно ты продаешь здесь всегда через агентство без агентства тут очень редко есть такое но очень 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 редко что сам человек продает хозяин продают свое жилье обычно все это делается через агентство официально и так далее то есть если жилец находится в ней внутри то есть он живет до агентство договаривается с ним и приводит посмотри кто желает значит купить это жилье покупателей приводит смотреть то есть он у нас было даже такое что он сидел внутри не выходил и мы смотрели дом вот а есть обычно как-то они уходят агентство показывает дом ничего страшного в этом нет что без него там без того кто там живет будет осмотр и не имеете права зайти что там кто-то там на данный момент владеет этим ну живет проживает нет ничего в этом страшного нет это все официально и не надо мне там писать что не имеете права мы не собирались сами вламываться в эту дверь закрытую ну в смысле без без жильца смотреть я имела ввиду что агентство может приехать и договориться с жильцом и показать нам квартиру пока его нет вот в чем что я имела ввиду этому все это нормально дождь у нас но говорят пишут прям везде ну верится с трудом уже холодно и достаточно и дождь идет ясь осень такая но нам обещают выходные плюс 22 это прям жара рища как по манчестеру так но посмотрим насколько это правда а купила сейчас воды и заезжала что-то опять подорожание что ли цен мне кажется раньше дешевле было коробка воды и не коробка а упаковка стоило прям не успеваешь глазом макнуть цены повысились на бензин у нас просто за неделю космически взлетели за за позапрошлой неделе ну и естественно это отражается на ценах наверное перевозки же вот поэтому не успевайте же вот запомнить какая цена была какая стала даже вообще жизнь еще более ускорилась вот и сегодня у нас уже четверг завтра уже пятница последний день недели отдых отдых хорошо и зимой хорошая погода забор буду красить сегодня утром ехала на работу темно вообще такая темить установилась еду заворачиваю столько свернула свои улицы а у нас же улицы узкие по всем бокам стоят машины и вот пока вывернешь пока это еду и я так напугалась ну я конечно затормозила издалека я его увидела я даже не его увидела не мужика а заметила что что-то на дороге две машины стоят по бокам то есть запаркована машина по бокам и посредине то есть не проехать не объехать ничего что-то находится что-то лежит ой я так напугалась и когда я уже фары мои его осветили оказался мужчина мужчина ползал по дороге и я сначала ошарашилась думаю ничего не поняла ему плохо или он что потому что я никогда в жизни здесь не видела пьяных чтобы они валялись лежали тем более посреди дороги я остановилась так я растерялась так я напугалась что вообще я просто была в шоке он значит ползает и поднимается я вижу у него в руках бутылка уже разглядела когда его вижу в руках бутылка то есть он пьяный был ой боже и он слез с дороги значит отошел в сторону прям вот еле-еле-еле-еле и ой ты что лезешь-то блин среза в угол выворачивал мужик чуть на меня не наехал в общем и он отошел с дороги то от полз и встал на ноги и ну как шатается такой пошел и смотрю бутылка в руках ну думаю ладно значит ему неплохо потому что страшно вот никого нет темно пяти шести утра нет я еду и вдруг какой-то это кто его знает проехала он отошел и я проехала и ехала проживала думаю вдруг ему плохо потом думаю было бы плохо он бы и не отползал и или отколз там прислонился что ему плохо сидел бы ну не вставал а то он встал пошел думаю наверное пьян потом утром Сережа там ехал говорит нет никого не было я уж себе накрутила думаю блин сейчас вдруг он там ему плохо а вдруг он там помер начнут искать меня а меня вычислят все хочу в голову лезет боже но ничего так где-то красивая улица очень ее люблю здесь ездить особенно весной дома тут стоят старые большие такие красивые дорогие усадебные участки очень красивые при доме впереди дома но дороги разбитые как и везде он продается один дом тысяч триста наверное весной здесь приятно ездить когда все розовым цветет красиво здесь осенний дуб дуб наверное красный такой и тут дуб красивый берез много еще один дом продается вот такие вывески ставят справа синенькую видно написано название агентства и продается и не успеют товарищи договориться они сразу ставят продано вот мы какие крутые обращайтесь к нам рекламу бунгало напротив мне больше нравятся такие бунгало не двухэтажные дома дома в один этаж я эти лестницы ненавижу по ним ходить ползать упасть очень просто легко двадцать ограничения тесно пуска м посадят м м м м м Продолжение следует... Продолжение следует...